Продолжение следует... Вторая мировая война в цвете. Поворот событий. В начале Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции и Германия пытались создать оружие нового поколения, с помощью которого можно было нанести врагу сокрушительный удар и решить таким образом исход войны. Островное расположение Британии играло ей на руку. Немецкие танки не могли совершить молниеносный бросок через пролив. Однако Соединённое Королевство полностью зависело от морских путей снабжения. Поэтому немцы сделали ставку на военно-морской флот и прежде всего подводные лодки. Западные союзники не могли нанести удар по немецким городам, поскольку на материковой части Европы не было союзных войск. Но ситуация изменилась с появлением стратегических бомбардировщиков. В результате ковровых бомбардировок уничтожалась немецкая инфраструктура, подрывался боевой дух противника. Воюющие стороны выбрали абсолютно разные тактики, но цель у них была одна — скорейшая победа при минимуме потерь. Парадокс в том, что именно немцы первыми стали использовать так называемую стратегическую бомбардировку. В августе 1940 года бомбардировщики Люфтваффе по ошибке нанесли удар по Лондону. Королевские военно-воздушные силы отплатили бомбардировкой Берлина. К осени Германия почти ежедневно бомбила британские города. Немцы были убеждены, что британцы в конце концов будут сломлены. И тем не менее регулярные ночные налеты, «блиц», как их называли, не смогли заставить британцев сдаться. К лету 1941 года воздушные налеты пошли на убыль, поскольку самолеты Люфтваффе начали боевые действия в Советском Союзе. Но для британского военного командования бомбардировки оставались единственным способом нанесения прямых ударов по гитлеровской Германии. Кроме того, в начале 1941 года британский Королевский воздушный флот получил в свое распоряжение новое поколение мощных бомбардировщиков, оборудованных четырьмя двигателями. Эти самолеты могли нести на борту бомбы общим весом более 8 тонн, что в четыре раза превышало загрузку предыдущих моделей. Первым из новых самолетов стал «Шорт-Стирлинг». Первоначальный план предусматривал нанесение ударов не по мирному населению Германии, а по отдельным объектам инфраструктуры, разрушение транспортных магистралей и нефтепроводов в целях подрыва боеспособности Германии. Но британцы столкнулись с большой проблемой. Дело в том, что их бомбовые удары были крайне неточными. В августе 1941 года в секретном докладе было сказано, что при бомбардировке Рурской области, стратегического индустриального района, только 10% бомбардировщиков смогли сбросить бомбы в радиусе 8 километров от цели. В то же время силы немецкой противовоздушной обороны наносили серьезный урон британским ВВС. К концу 1941 года за каждый боевой вылет британцы теряли до 10% своих бомбардировщиков. Необходимо было избежать таких потерь. Высшее командование Королевского военно-воздушного флота решает изменить тактику. Оно отказалось от бомбежки стратегических объектов. Вместо этого пилотам приказывают начать площадные бомбардировки, которые в наши дни называют ковровыми бомбардировками. Их целью установились целые районы города. Удары наносились, невзирая на присутствие мирного населения. Согласно убийственному высказыванию чиновника британского министерства военно-воздушных сил, это подорвет дух гражданского населения, в особенности промышленных рабочих. Главным сторонником этой тактики выступил маршал авиации сэр Артур Харрис по прозвищу «бомбардировщик», который был назначен командующим британской стратегической авиацией. Многие утверждают, что с помощью бомбардировок невозможно выиграть войну. Моё мнение следующее. Никто ранее не пытался этого сделать, и мы ещё посмотрим. Посеяв ветер, они пожнут бурю. Весной 1942 года Харрис начал крупномасштабную кампанию, чтобы убедить общественность в необходимости использования стратегических бомбардировок. Под крылом бомбардировочной авиации он собрал все доступные в то время самолёты. Более тысячи самолётов отправились бомбить немецкий город Кёльн. Оборона города была сломлена. Площадь разрушения в городе составила более 2,5 квадратных километров. Британские ВВС потеряли всего 39 самолётов. Харрис доказал свою точку зрения. Теперь он заручился полной поддержкой британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Кроме того, в его распоряжение поступил превосходный самолёт. Авра Ланкастер. Самый лучший ночной бомбардировщик времён войны. И у него появился новый партнёр. К лету 42-го года ВВС США начали боевые действия в Европе. В Британии появились первые американские самолёты. В основном — летающие крепости — Боинги Б-17. Такие самолёты обладали мощным вооружением. Они несли на борту 13 пулемётов и теоретически могли в дневное время проложить себе дорогу к цели без сопровождения истребителей. Они также были снабжены новым прицелом для бомбометания, который, как предполагали, позволит сбрасывать бомбы с поразительной точностью. Положившись на характеристики нового бомбардировщика, американцы проигнорировали уроки ранних операций британских ВВС и вернулись к прицельным бомбардировкам объектов инфраструктуры Германии. В августе 42-го года американцы впервые проверили, на что способны их летающие крепости. 12 бомбардировщиков атаковали сортировочную станцию вблизи Руана во Франции. Разрушения были незначительными, зато американцы не потеряли ни одного самолета. Для американцев это послужило доказательством того, что дневные удары по объектам инфраструктуры могут быть успешными. По мнению англичан, успех американцев доказывал лишь, что они могут поражать незначительные и недостаточно хорошо охраняемые цели. Но зимой того же года союзники решили выработать единую стратегию. Они начали крупномасштабную операцию по бомбардировке индустриального центра Германии. Американцы атаковали днём, тщательно выбирая объекты инфраструктуры. А англичане нападали ночью, осуществляя ковровую бомбардировку района, разрушая военную продукцию и подрывая дух гражданского населения. Они надеялись, что эти налёты смогут приблизить конец войны. В марте 43-го года британские самолёты вылетели бомбить немецкий промышленный город Эссен. Скоростные лёгкие бомбардировщики «Москиту» шли первыми, сбрасывая осветительные снаряды для того, чтобы обозначить цели. Затем хлынули основные силы. Около 450 ланкастеров сбросили бомбы на город. Оборона немцев не устояла. Всего лишь 14 британских самолётов было сбито. За рейдом на Эссен последовала целая череда подобных атак на промышленные города Рура. Но силы немецкой противовоздушной обороны начали более жёстко отражать атаки союзников. Британские ВВС теряли каждый десятый самолёт. Харрису пришлось прекратить налёты. Но вскоре его проинформировали о новом изобретении союзников. Оно получило кодовое название «Окно». Окнами назывались облака, полосок алюминиевой фольги, которые сбрасывали самолёты союзников. Фольга создавала помехи для любых радаров. Данное изобретение должно было вывести из строя немецкую противовоздушную оборону. Харрис ухватился за такую возможность и спустя четыре месяца после нападения на Эссен в июле 43-го года приказал возобновить вылеты. Операция получила название «Гаморра». На этот раз целью стал промышленный порт «Гамбург». Бомбардировщики, снабжённые окнами, вывели из строя немецкие радары. Остальные самолёты сбросили зажигательные бомбы. Огненная буря поглотила центр города. Погибли 40 тысяч человек. Полмиллиона остались без крова. За этим последовали новые рейды на порт. Немцев потрясла эта трагедия. Спустя четыре месяца после атак на «Гамбург» осенью 43-го года Харрис приказал провести серию атак на Берлин. Но к этому времени немцы научились бороться с эффектом окон. К весне 44-го года британцы снова стали терять каждый десятый самолёт. Но хуже того казалось, что гражданское население Германии не пало духом. Ковровые бомбардировки «Харриса» не приносили плодов. Так же, как и бомбёжки американцами объектов германской инфраструктуры. К весне 43-го года, во время дневных рейдов, американские военно-воздушные силы стали достигать центральных районов Германии. Но потери американцев возрастали. Они теряли каждый пятнадцатый самолёт. И всё же американское командование не пошло на попятную. ВВС США предприняли атаку на заводы немецких городов Регенсбург и Швайнфурт. План был крайне амбициозным. Оба города находятся в центральных районах Южной Германии, далеко за пределами досягаемости сопровождающих истребителей. Операция провалилась. 380 летающих крепостей были уничтожены, хотя американцы утверждали, что эти бомбардировщики не нуждаются в сопровождении истребителей. Потери составили более 16%. Соединённые Штаты были вынуждены прекратить бомбардировки. Война в воздухе достигла мёртвой точки. Ничто не указывало на то, что военно-воздушные силы помогают приблизить победу. Затем, ранним летом 44-го года, когда союзники готовились к высадке на материковую часть Европы, британским и американским военно-воздушным войскам было дано задание уничтожить немецкие линии связи и нефтепроводы. Союзники вернулись к прицельной бомбардировке объектов инфраструктуры. Но к тому времени у союзников появилось новое оружие. Британцы в экспериментальном порядке переоборудовали американский истребитель П-51 «Мустанг». Американский двигатель был заменён двигателем «Роллс-Ройс Мерлин», произведённым в Британии. Радиус полётов значительно увеличился. Самолёт идеально подходил для сопровождения бомбардировщиков во время дальних вылетов. Бомбардировщики союзников разрушали мосты и дороги, ведущие к немецким частям во Франции с почти хирургической точностью. Снабжение немецких войск горючим значительно сократилось. И опять в атаку пошли немецкие истребители. Но теперь у «Мустангов» появилось гораздо больше возможностей для маневрирования. Большая часть немецких военно-воздушных сил теперь находилась на земле из-за перебоев с горючим. Возможно, результаты прицельного бомбардирования немецкой инфраструктуры были далеки от идеала, но атаки ВВС наконец начали приносить свои плоды. И только одного человека это не впечатляло. Бомбардировщик «Харрис» был все еще одержим идеей разрушительных ковровых бомбардировок, которые бы раз и навсегда остановили Германию. Поэтому в конце 1944 года Британия возобновила стратегические бомбардировки. Один за другим немецкие города подвергались беспощадным ударам. Затем в феврале 1945-го «Харрис» отдал приказ атаковать Дрезден, город, в котором не было никаких важных военных объектов. Население города выросло за счет беженцев из других городов, разрушенных бомбардировками. Но «Харриса» не волновала судьба гражданского населения. Город сравняли с землей. Погибли около 50 тысяч жителей. Это было уже слишком. Наконец был поднят вопрос о допустимости ковровых бомбардировок как с точки зрения эффективности, так и морали. Достигнутые результаты потребовали неимоверных жертв как со стороны мирного населения, так и военнослужащих. И самое важное – немцы не падали духом. 60% личного состава Королевского военно-воздушного флота погибало, не успев сделать и 30 вылетов. Надежды на то, что ковровые бомбардировки смогут изменить ход войны, потерпели крах. А тем временем немцы сделали ставку на совершенно другие технологии, чтобы кардинально переломить ход войны. Для Германии Британия представляла проблему. Островное расположение страны не позволяло Гитлеру задействовать в нападении наземные войска. К тому же Британия располагала гораздо более мощным флотом. И все же Гитлер рассчитывал на то, что, задействовав все доступные средства, он уничтожит морские пути снабжения Британии, по которым она получает все, начиная от нефти и заканчивая продовольствием. В течение первых 18 месяцев войны немецкие рейдеры потопили более 130 британских торговых судов. Наиболее успешные атаки проводили так называемые «карманные линкоры». Небольшие, но очень мощные, разработанные в 30-е годы, чтобы обойти ограничения на немецкое вооружение, действовавшее после Первой мировой войны. Один из таких линкоров, граф Шпея, пользовался особенно дурной славой. В течение нескольких недель он потопил 9 торговых судов-союзников в Южной Атлантике, пока, наконец, его не загнали в угол и не уничтожили близ устье реки Плейт в Южной Америке. Немецкие рейдеры наносили тяжелый урон. Если бы потери продолжали возрастать, у Британии могли возникнуть серьезные проблемы со снабжением. Затем, ранней весной 1941 года, два новых крупнейших немецких линейных корабля закончили морские испытания. Их вооружение обладало огромной поражающей способностью. Они вызывали трепет у британского военно-морского флота. Первым боевые действия начал «Бисмарк». В мае самолет-разведчик британских военно-воздушных сил обнаружил этот корабль недалеко от норвежского порта Берген, когда он подходил к Северной Атлантике. Британский военно-морской флот начал преследование. Два дня спустя «Бисмарк» был замечен в Северной Атлантике. На перехват был выслан новейший британский линкор «Принц-Уэльский». Его сопровождал линейный крейсер «Худ». Ранним утром 24 мая 1941 года противники встретились. Впервые боевые корабли воюющих сторон столкнулись лицом к лицу. Почти немедленно снаряд с «Бисмарка» прошел сквозь слабую броню палубы «Худа». Снаряд попал в склад боеприпасов, вызвав взрыв огромной разрушительной силы. Всего трое моряков из 1200 членов экипажа спаслись. Принц-Уэльский, оставшись в меньшинстве, поспешил отступить. Победу в первом раунде одержал «Бисмарк». Два дня спустя «Бисмарк» был обнаружен вновь, на этот раз значительно южнее, в нескольких сотнях километров от берегов Франции. Британские бомбардировщики-торпедоносцы «Свордфиш» устремились к кораблю. Одному из них удалось поразить цель и повредить руль корабля. На следующее утро два британских линкора, «Родни» и «Король Георг V» вступили в бой с поврежденным «Бисмарком». Они накрыли злополучный корабль дождем тяжелых снарядов. Вскоре остов разбитого судна превратился в пылающий факел. В конце концов, после прямого попадания торпеды «Бисмарк» затонул. Из 2300 моряков в живых остались только 110 человек. «Бисмарк» был потоплен до того, как успел показать, на что способен. В июне 1941 года Гитлер напал на Советский Союз и начался новый этап войны на море. Британия поставляла военные грузы в северные порты России, Мурманск и Архангельск. Немецкому флоту дали команду уничтожить путь снабжения. Атаки судов шли одна за другой. К лету 1943 года риски настолько возросли, что поставки грузов на время прекратились. Союзники рассчитывали, что с наступлением осени слабая видимость позволит возобновить снабжение. Тем временем ВМС Британии объявили охоту на корабль, представлявший наибольшую угрозу для союзников. Это был близнец «Бисмарка» — линкор «Тирпиц». А этот корабль месяцами прятался в норвежских фьордах, выжидая время для решительного удара. Всё это время британский военно-морской флот не спускал с него глаз, стремясь уничтожить последний мощнейший немецкий линкор. В сентябре 1943 года в норвежские фьорды отправились пять британских подводных мини-лода класса «Экс» с целью потопить «Тирпиц». Атака вызвала только небольшие повреждения, и следующей весной «Тирпиц» вновь стал угрожать торговым судам в Арктике. Королевский военно-морской флот послал огромные силы для атаки на корабль. Они включали шесть авианосцев. Немцы абсолютно не были к этому готовы. Британские пикирующие бомбардировщики атаковали «Тирпиц». Но небольшие бомбы вызвали лишь незначительные повреждения, поскольку броня судна была очень прочной. Через три месяца «Тирпиц» вновь был готов к боевым действиям. Но вскоре он был обнаружен в одном из норвежских фьордов. На сей раз команду уничтожить корабль дали бомбардировщикам «Ланкастера», оснащённым гигантскими пятитонными бомбами «Толбой». «Тирпиц» выпустил дымовую завесу, которая частично скрыла его. Несмотря на это, несколько бомб упало на носовую часть корабля, вызвав значительные повреждения. В конце концов, два месяца спустя эскадрилье бомбардировщиков «Ланкастера» удалось обнаружить корабль. Видимость была отличная. Три бомбы «Толбы» попали в цель. «Тирпиц» медленно опрокинулся. Он унёс с собой жизнь почти тысячи членов экипажа. По прошествии более чем двух лет игр в прятки с британским военно-морским флотом корабль был, наконец, потоплен. Казалось, что немецкие линкоры будут представлять огромную опасность, но сокрушительная мощь британского военно-морского флота не дала им шанса показать свою силу. Гитлер проиграл войну на море, по крайней мере, на его поверхности. Но под водой события развивались совсем по-другому. Немецкое военное командование рассчитывало, что подводные лодки смогут уничтожить пути снабжения Британии. Субмарины могли незаметно подходить к британским торговым судам и в последнюю минуту атаковать их. Кроме того, подводные лодки, находясь на поверхности, развивали большую скорость. Для отражения атак корабли британского торгового флота сопровождали конвои. Но противолодочных кораблей катастрофически не хватало. Много судов уходило в плавание без сопровождения. В то же время командование британского военно-морского флота проявляло поразительное спокойствие. Оно считало, что британский флот обладает достаточным вооружением для отражения атак немецких подводных лодок. Очень скоро оказалось, что они были неправы. В первые же месяцы войны британские торговые суда стали подвергаться нападениям. Очень часто подводные лодки нападали на поверхность, открывая огонь из палубных орудий. В ответ на это Королевский военно-морской флот отправил для патрулирования путей следования торговых судов авианосца, на борту которых размещались противолодочные самолёты. Но успех был незначительным. К концу 1939 года немецкие подводные лодки потопили более ста торговых судов союзников. Если бы потери продолжали оставаться на том же уровне, последствия для Британии могли быть катастрофическими. Запасы нефти, продовольствия, вооружения начали бы подходить к концу. Затем ситуация ещё более осложнилась. Германия захватила Францию. В одночасье немецкий военный флот, который до этого по большей части был ограничен рамками Северного моря, получил доступ к атлантическому побережью Франции. Теперь немцы получили базу для нападения на британские суда в Атлантике. Во французские порты на Атлантике поступали только что построенные немецкие подводные лодки, в основном типа 7С, способные вести боевые действия в океане. Адмирал Карл Денец, командующий подводными силами Германии, объединял подводные лодки в так называемые волчьи стаи. Группа «Субмарин» располагалась в линию невдалеке от возможных путей прохождения торговых судов. Как только одна из лодок обнаруживала судно, она призывала все остальные к атаке. Иногда подлодки сопровождались патрульными самолётами дальнего действия. К концу октября 1940 года почти каждый торговый рейс терял до 40% судов. Снабжение Британии оказалось под угрозой. Экипажи немецких субмарин называли эти времена счастливыми, а отличившиеся командиры становились национальными героями. Неподготовленность Британии стоила непомерно дорого. Но, наконец, ситуация стала меняться. Программа по строительству судов для уничтожения подлодок начала приносить результаты. Первые «корветы», как их называли, сходили со стапелей судостроительных заводов. Впервые Британия начала формировать постоянные конвои для сопровождения торговых судов. Но их эффективность была ограничена скоростью. Максимальная скорость составляла 15 узлов. На два меньше, чем у немецких подводных лодок на поверхности. Патрульные самолёты Британской береговой обороны несли глубинные бомбы. Они не могли долетать до центральных районов Атлантики. Но подводные лодки, находящиеся на поверхности, невдалеке от своих баз, подвергались атакам и были вынуждены погружаться. Затем Британскому военно-воздушному флоту помогла целая серия технологических прорывов. В начале 40-го года была разработана новая система радара, известного как сантиметровый радар. Новые радары были меньшего размера, чем существующие, и могли быть установлены на самолёты и корабли сопровождения. Теперь каждая немецкая подлодка на поверхности подвергалась опасности. Несколько месяцев спустя был совершён новый технологический прорыв. Был создан пеленгатор «Хаф-ДАФ». Каждый раз, когда немецкая подводная лодка оказывалась на поверхности, «Хаф-ДАФ» улавливал радиосигнал и определял точные координаты лодки. На протяжении весны 41-го года Британия продолжала неуклонно преследовать немецкие подводные лодки. Потери торгового флота снизились более чем наполовину. В начале марта один из самых лучших командиров немецких подводных лодок, Гюнтер Принн, не вернулся с задания. Вскоре после этого ещё два лучших командира подводных лодок погибли один за другим. Затем Германии был нанесён удар, который повлиял на весь ход войны. В мае 1941 года британский эсминец «Бульдог» вынудил немецкую подводную лодку Ю-1-10 подняться на поверхность и сдаться. На борту подводной лодки находилась «Энигма» — немецкая шифровальная машина. Более того, морякам «Бульдогу» удалось захватить книги с кодами, используемые шифровальной машиной. Британские дешифровщики получили неоценимую помощь. Вскоре, при полном неведении немцев, Британия стала прослушивать переговоры германского ВМФ. Теперь торговые суда могли обходить волчьи стаи немецких субмарин. Немецкие подводники теперь должны были прикладывать гораздо больше усилий, чтобы найти и потопить свои цели. И все же, несмотря на успехи союзников, к зиме 1941 года военная промышленность Германии производила все большее количество подводных лодок. Долгосрочный прогноз показывал, что пути снабжения Британии находятся под угрозой. Затем, в декабре 1941 года, тактика морской войны значительно изменилась. В декабре 1941 года Гитлер объявил войну Соединенным Штатам Америки. Одновременно с этим, командующий немецкими подводными силами адмирал Дениц отправил подводные лодки для нападения на торговые суда вдоль побережья Америки. Вначале только немногие из них, такие как подлодки нового, девятого типа, могли преодолевать такие большие расстояния. Они обнаружили легкую добычу. Главнокомандующий американским военно-морским флотом адмирал Эрнест Кинг отклонил предложение британцев по обеспечению охраны торговых судов. В течение трех месяцев более 400 торговых кораблей США были потоплены или повреждены. Американцы получили суровый урок, который Британия уже прошла. Требовались неотложные меры. Кинг изменил свое решение и к маю 42-го года Соединенные Штаты ввели ограниченную систему конвоев. К июлю потери США сократились. Немцы перешли к новой тактике. Они начали концентрировать свои подводные лодки в определенном районе Северной Атлантики, так называемой «черной дыре», расположенной в центре океана вне досягаемости противолодочной авиации. Часто на конвои нападали более 15 подводных лодок. Атаки следовали одна за другой. В октябре 1942 года 56 судов-союзников затонуло в черной дыре. В марте следующего года потери союзников составили 120 судов. За этот же месяц немцы потеряли всего 12 субмарин. Гитлеровская тактика, направленная на уничтожение путей снабжения Британии и полное истощение страны, стала представлять реальную угрозу. Казалось, что подводные лодки способны приблизить победу Германии. Но союзники постепенно начали выравнивать счет. Британия назначила нового командующего военно-морскими силами. Адмирал Макс Хортон в прошлом командовал Королевским подводным флотом. Первым делом он сформировал постоянные группы эсминцев и сторожевых кораблей, которые оказывали дополнительную поддержку торговым судам, спеша на помощь, как только удавалось обнаружить волчью стаю. Не менее важными оказались и технологические новшества, поступившие на вооружение. Был создан противолодочный миномет «Хеджхог», который выпускал 24 снаряда. На самолетах союзников появились новые мощные прожекторы «Ли-Лайт». При атаке самолета прожектором мог быть включен в последний момент, заставая поднявшуюся на поверхность подводную лодку врасплох. Явные преимущества, которые давали новые технологии, начинали приносить плоды. Потери немецких субмарин возросли. Немецкий командующий адмирал Денец пытался перехватить инициативу. В апреле он отдал приказ об атаке на торговый караван ООНС-5, состоящий из 43 судов, следовавших из Ливерпуля в Канаду. Немцы решили продемонстрировать мощь своего военно-морского флота. 40 подводных лодок отправились на перехват конвоя. Британцы послали дополнительное подкрепление. Канадцы выслали противолодочные самолеты. на отражение атаки немцев союзникам потребовалось 4 дня. Было потоплено 11 торговых судов, но немцы потеряли 7 подводных лодок. Две недели спустя Денец сделал еще одну попытку, атаковав второй караван. Немцы получили мощный удар. 5 подводных лодок было потоплено, ни один торговый корабль не пострадал. В мае 43 года была потоплена четверть всех немецких субмарин. Немцы наконец начали проигрывать подводную войну в Атлантике. Силы союзников вступили на территорию, занятую противником. Была создана новая версия американского бомбардировщика Би-24 Леберейтор, способного преодолевать дальние расстояния поражать подводные лодки противника в черной дыре. Немецкие конструкторы подводных лодок пробовали ответить новыми изобретениями. Их подводные лодки были оснащены определителями радаров и противовоздушными орудиями. Некоторые из них были снабжены даже датским изобретением под названием шноркель, воздухозаборником, который позволял дольше находиться под водой, оставаясь невидимым для радаров союзников. Но этого оказалось недостаточно. К тому же время было потеряно. Союзники все равно их находили. Гитлеровские подводные лодки теперь стояли на приколе в портах для них стало слишком опасно бороздить океаны. Попытки немцев изменить ситуацию становились все более отчаянными. Они начали выпуск революционного класса субмарин типа 21. Лодка питалась электричеством, развивала скорость 17 узлов под водой, что более чем в два раза превышала скорость обычной субмарины и могла перегнать большинство надводных судов. Но было слишком поздно. Только одна из них была закончена, но и она ни разу не вступила в бой с противником. К концу 43-го года союзники начали доминировать в Атлантике. В ходе войны настал поворотный момент. Операции гитлеровских подводных лодок вызвали тяжелейшие потери с обеих сторон. Германия лишилась почти 800 подводных лодок, 75% личного состава экипажей подводных лодок погибло. Потери союзников составили около 32 тысяч моряков. Но теперь избавившись наконец от угрозы немецких подводных атак, огромное количество американских военнослужащих и вооружения могли быть переправлены через океан в ходе подготовки к высадке в Европе. Победа в битве за Атлантику кардинально изменила ход войны. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Group. Перевод Елены Дуделы текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова